Послание Иакова, 4 глава. Та же самая тема, что и утром. Один другому. Я думаю, что это на экране за мной. Один другому. Я бы хотел, чтобы это было там. Один другому. В мире религия, а в религии человек обычно сам по себе. Если есть сообщество, например, в исламе, люди молятся, и если вы видели мусульман, поклоняющихся, куда они поворачиваются лицом? В направлении Мекки. Смотрят ли они друг на друга? Нет, но все направлены на Мекку. Но они не смотрят друг на друга. В индуизме, если вы пойдете в индуистский храм в Индии, то обычно лучше, если там никого нет. Но если там есть кто-то, то они совершают свое поклонение, а вы свое, но в основном вы в одиночестве. То же самое и в буддизме. Если вы приходите в буддийский храм, то это вы поклоняетесь, но это не сообщество, в котором вы стояли бы и смотрели друг другу в лицо. В христианстве, к сожалению, часто бывает, что в церкви лучше пройти внутрь, не глядя ни на кого, ни с кем не разговаривая, и также выйти. Конечно, есть и священник или пастор, но это будет серьезным нарушением нашей веры, если не будет друг друга. В этом стихе говорится «Возлюбленные Божьи, Он возлюбил нас, и мы должны любить». И пастор Брайан сказал, «Такое очень возможно, что я говорю, я люблю Бога, но прихожу в церковь поздно. Я сижу там и ухожу рано, потому что на самом деле я не хочу иметь чего-либо общего с другими людьми или с их проблемами». Но Библия говорит, чтобы мы любили друг друга от чистого сердца и делали это усердно. Как такое происходит? Благодаря нашему новому рождению. Бог дал нам новое сердце. И когда приход в церковь становится трудным, как мы слышали от пастора Чаба, но то же самое в Финляндии, Азербайджане, в Индии, здесь, в Балтиморе, то же самое везде, а также в вашей жизни, в вашем браке, в жизни вашей семьи, когда вещи становятся неустойчивыми, то наступает время устраниться, исчезнуть, скрыться, отдаляться, говорить «Я люблю Бога», но не приходить ни в какое опасное место, где мне приходится действительно прощать, действительно терпеть их, действительно сидеть, быть тихим и быть терпеливым. Как насчет вот этого? Приветствуйте друг друга святым целованием. Служите друг другу любовью. А вот еще, будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, снисходя друг ко другу в любви. Я размышлял о снисходительности друг ко другу. Возможно, кто-то из присутствующих здесь вступил в деловой договор с другим человеком из тела Христа, и вы не поладили друг с другом, но пришло время собрания, и вы стараетесь одним глазом следить за тем человеком, а сами выходите через другую дверь. И те люди могут делать так же с вами. Трудности случаются, потому что мы люди. Но мы также слышали, что Христос сказал, «Если вы мои ученики, то любите друг друга, прощайте друг друга, снисходите друг ко другу, наставляйте друг друга». Но я часто слышу, «Пастор, вы не понимаете, вы не знаете, вы не понимаете». Пастор, если бы вы только знали, если бы вы только понимали, я могу посоветовать, скажите эти слова Иисусу. Иисус, ты не понимаешь, насколько это трудно. Господь развел бы руки вот так, со следами от гвоздей в руках. Повтори мне это еще раз, пожалуйста. Господи, ты не понимаешь, насколько это тяжело. Господь поднимает вверх рубашку, показывая рану на боку. Повтори это мне еще раз. Ты знаешь, что такое любовь? Ты знаешь, как долго она может терпеть? Ты знаешь, как она назидает, как она ищет Петра, который отверг меня трижды. В Писании нет слов о том, что перед Иисусом совершилась сессия покаяния, где бы он сказал Петру, Петр, исповедуйся, что ты трижды отверг меня. Да, Господи, я отверг тебя трижды. А ты серьезен в своих словах? Да, Господи, очень серьезен. А ты не сделаешь это опять? Не знаю. Петр, ты это серьезно? Почему ты не плачешь? Петр, я не знаю. Встань на колени и опечалься немного. Покажи, что ты серьезен и сознаешь это. Обещай мне, что ты серьезен. Нет, такого не записано. Но только вот это. Милостивый Спаситель нашел Петра и сказал, ты поймал хоть сколько-нибудь рыбы. И Иисус сказал, поет. По-фински, ребятки, дети, ребятки, ну как, рыба есть у вас? Забросьте сети по правую сторону. Петр спрашивает, Иоанн, кто это? Это Господь. И я здесь вставлю слова, Петр, ты что, совсем того, что ли? Это же Господь, это Господь. Петр бросился в плавь, и Иисус поговорил с ним. Вот его записанные слова. Любишь ли ты меня? Вот и все. Ты любишь меня? Да, Господи. И вы знаете, как это выражено на греческом языке. Я люблю тебя. Ты мой друг, замечательный парень. Я получил много от тебя. Это все любовь филео. Христос спрашивает, Любишь ли ты меня любовью Агапы? И Петр отвечает, Я люблю тебя любовью филео. Причина в том, что Петр все еще не зрелый. Но Христос говорит, Корми моих овец. Он доверил их ему. В этом несовершенном мире Бог доверяет несовершенным людям, оступающимся, но любовь никогда не перестает. Любовь изменяет нас. Если вы приходите в эту церковь, и ваша жизнь спутана, то это самое лучшее место для вас. То есть, если Христос здесь, и Он служит вам, а это так, то это удивительное место, чтобы быть здесь, потому что ваша жизнь изменится тем, что вас любят, безусловно, Божьи люди. Но может произойти и такое. Откроем книгу Иакова, 4 главу, 11 стих. Не злословьте друг друга. Не говорите язвительно, недовольно. Не будьте по-мирски слишком чувствительными. Тебе не нужно было так говорить мне. Мое картофельное пюре на День Благодарения было просто чудо, но никто его не ел. Наверное, из-за чеснока. Никто не ел ваше пюре? Ну и что? Велика важность. Заберите домой. Хотите, выбросьте. Я не знаю. Не обращайте внимания, но можете ли вы справиться с этим? Нет, такое всегда происходит в моей жизни. Всегда ко мне так относятся. Так было в старших классах. Я гадкий утенок. Рыбка нема с поврежденным плавником. Я немощный человек, с которым постоянно что-то происходит. И мы хотим, чтобы каждый знал, что вам нужно переступить через это. Вам нужно жить жизнью веры. Вам нужно научиться любить. Любить. Хотя у вас одна нога. Любите. Научитесь любить. Научитесь принимать любовь. И будьте любимы. Научитесь думать с любовью. Научитесь служить. Научитесь отдавать. Научитесь быть исполненным. Научитесь иметь нужду в Боге. Научитесь быть любимыми. Я помню случай в кабинете Авраама Линкольна. Авраам любил одного человека, который немного был не таким, как все. И во время собрания в его офисе его спросили, почему вы любите того человека? Потому что никто другой не любит его. Все избегают быть его друзьями. «Я буду его другом». «Я буду его другом». Пусть никто не дружит, «Я буду дружить». Человек больше самого себя. Вот кто такой Христос. Вот для чего пришел Христос в этот мир. Посмотрите, что происходит, когда мы идем в суд друг с другом. 1 Коринфянам 6-6 удивительный отрывок. «Брат с братом судится и при том перед неверными». Брат идет с братом судиться и при том перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Вы идете в языческие суды Римской империи, и мы делаем так сегодня, христиане с христианами, такое может происходить. И затем он продолжает. «Для чего бы вам лучше не остаться обиженными?» Стих 7. Удивительно, правда? «Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» Стих 7. «Почему вы не хотите вкусить хлеб смирения? Принять потерю? Принять жребий? Но меня же ударили, со мной неправильно поступили». И автор говорит, «Почему бы тебе не быть пострадавшим и не претерпеть обиду?» Я скажу вам почему. «Потому что мы американцы, и мы говорим, у меня есть мои права, и я буду бороться за то, что у меня есть. Это несправедливо, что со мной произошло. Я обращусь в суд и решу это. Я решу это таким образом». Апостол говорит, «Но что вы? Почему вы не можете принять эту несправедливость и простить? Примите удар и больше не имейте с ними дел. Почему вы не можете это сделать таким образом? Потому что это неправильно, то, что со мной произошло». Перейдем к посланию Якова 4, 11. «Не злословьте друг друга, братья, кто злословит брата или судит брата своего». Судит своего брата. Скажите это. Судит своего брата. Скажите вашему соседу. Судит своего брата. Повернитесь и скажите это. Судит своего брата. Судит своего брата. Я думаю, что есть дух осуждения, который приходит на нас, и мы судим нашего брата. Он виновен. Он не должен был так делать. Ну и что? А те грехи, которые ты совершил, и Бог не засчитал их тебе, но простил тебя. А как насчет всех грехов, которые ты совершил, и никто в мире так и не знает об этом, потому что Бог покрывает вас? Как насчет всех грехов, которые вы совершили тайно в уединенной комнате где-то, и никто не узнал об этом, а ваша репутация замечательна, Бог покрывает вас, Бог прощает вас. Это ушло навсегда, как насчет тех грехов, которые вы совершили. И вот вы подходите к своему брату с высоким стандартом и говорите, то, что ты причинил ему или ей, или мне, было неправильно. Мы говорим, это так, это неправильно, но есть нечто новое, и это называется любовь. Любовь – это удивительно. Любовь удивительно. А как в семье? У вас семья, и кто-то из членов вашей семьи немного. Есть нечто такое, и есть у кого-нибудь такой член семьи? Не поднимайте руку у каждого. В этом зале есть это. Есть некто, есть некто, и таким можете быть вы и я. Возможно, так и есть. Но вот в чем суть. Мы – тело Христа, и мы хотим другого отношения. Что мы делаем? Мы любим друг друга. Что мы делаем? Мы любим друг друга. Что мы делаем? Мы служим друг другу. Что мы делаем? Мы ободряем и почитаем друг друга. Мы относимся с терпением друг к другу. Мы переносим друг друга. Мы едим смиренный кусок пирога друг за друга. Мы держим удар. Мы много прощаем. Действительно много. Не просто чуть-чуть. Где-то там, здесь, как, например, в метро. Прошу прощения. Ну что вы, не стоит извинений. Простите меня. Вы протискиваетесь сквозь толпу. Извините, извините. Ну что же, я вас прощаю. Вы наступили мне на ногу, я вас прощаю. Великое действие милости, я вас прощаю. Даже не думайте об этом. Поверьте, Бог не думает об этом. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы и я великие действия милости, великие действия прощения. И мы даже еще не прикоснулись к тому, что это действительно означает, пока мы не придем к реальности факта, что всемогущий Бог, святой, всемогущий Бог отдал своего Сына Единородного и простил нам все грехи, чтобы у нас была вечная жизнь. И мы были бы праведными, как Бог. Вот такая любовь и такое прощение неизмеримо, невероятно. И Он обращается к нам. Венгерские пасторы. Вы можете быть благосклонными друг к другу? Финские пасторы. Пасторы в Балтиморе. Немного недовольны. Вы знаете, о чем я говорю. Пастор Брайан совершенно точно сказал об этом. Это было замечательно. Друг к другу. Настоящая любовь. Вы знаете, что происходит? Вот толпа людей, которые живут, как Христос нам сказал. Давайте завершим. Откройте книгу Авдия. Уникальный библейский стих там. И потом пастор Жан-Кортье завершит служение. Пастор Чабе и София уезжают через неделю. А затем пастор Жан и Патриция. Мы были так рады, что они были здесь с нами. Книга Авдия. Книга Авдия. Стих 17. «А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынью. И дом Иакова получит во владение наследие свое». Дом Иакова получит во владение наследие свое. Я верю, что это относится к тысячелетнему правлению Христа. Там Израиль, гора, Мессия, святость. Иаков получит во владение наследие свое. И такое похоже на нас сегодня, что мы получаем во владение, дарованное нам. Это написано в послании к Ефесянам, и мы выделим основное здесь. Ефесянам. Первая глава. Божья мудрость. Мы облагодатствованы возлюбленным. У нас есть Святой Дух. Ефесянам вторая. Мы оживотворены, посажены в небесных местах. Мы – Божий храм. Ефесянам третье. Мы воспринимаем широту, долготу, высоту, глубину. Благодаря этим привилегиям и владениям, благодаря тому, кто мы теперь. Затем, глава четвертая, первый стих. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны. Вот что произошло с пастором Чаба. Он сказал об этом очень хорошо. Вот что произошло со многими мужчинами Бога на протяжении многих лет, десятков лет. Они ходят достойно звания, которым они призваны. Они владеют своими владениями. Они находят Христа, прощая. Они находят Христа, являя любовь Агапе. Они находят Христа, становясь выше глупой болтовни, выше никчемности, выше того, что происходит в жизни, и говорят, «Послушайте, я посажен в небесных местах. Я живу тем, что сделал для меня всемогущий Христос. Любовь – это не что-то снаружи меня, хорошая идея, но любовь живет в нас. И жизнь для нас – найти и обнаружить реальность Христа в жизни. И в моей христианской жизни должен быть один другому. Когда мы приходим в собрание, то мы в действительности смотрим в лицо друг друга. Вы замечали это? Мы высматриваем лица, и эти лица назидают, потому что они действительно лица Христовой любви. Стих 2. «Со всяким смиренно-мудрием и кротостью смотрите необходимы смиренно-мудрия и кротость. Осуждающий дух не кроток, он осуждает, но любящий дух – это со смиренно-мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью». Снисходя. «Но то, что он причинил мне, я не знаю, я не понимаю этого, он растет, ничего, я прощаю его и даже не буду думать об этом. Или то, что он причинил мне, я не могу понять, мне нужно сесть и поговорить с ним, но я буду делать это в смирении и кротости, чтобы и я мог сделать то же. Я хочу понять его отношения и его дух в этом отношении. И мы садимся, разговариваем, и я могу быть терпеливым и любить моего брата, несмотря на то, что он что-то сделал мне. Мы можем перенести, когда что-то происходит так, снисходить друг к другу. Вот что не может сделать плоть. Плоть не может сказать такое. Я дам тебе один год, чтобы уяснить это. Я буду молиться за тебя. Даже не буду тебе давать один год, у тебя будет много лет. Я не знаю, сколько я проживу. Я не знаю, но я просто высказываю свое отношение. Возможно, пять лет ты вырастешь из этого. Возможно, через десять лет твоя жизнь изменится. Я не знаю, я хочу быть полезным, молиться. Я буду терпеливым к тебе. Тебе не нужно мое осуждение. Тебе нужна моя любовь, моя мудрость, моя вера, мое ободрение. И особенно, будучи пастором для людей, должно быть снисхождение. Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Стих третий. Стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Но вот разделение. Господь на небесах говорит. Ребята, вы что, не можете проявить терпение? Вы знаете, сколько я провел в надежде народ человеческий? Я висел на кресте две тысячи лет назад и прошу от вас всего лишь несколько лет, чтобы быть терпеливыми друг к другу, снисходить друг к другу, любить друг друга. И это даже не плохие люди. Они ваши братья и сестры. Я не прошу вас, чтобы вы полагали свою жизнь за местную мафию и чтобы вас мучили день и ночь. Я прошу вас, чтобы вы жили с вашими братьями в мире любви и снисхождении и ободряли, были терпеливы, молились друг за друга, любили друг друга, ободряли друг друга в святейшей вере. Я прошу вас, чтобы вы омывали друг другу ноги. И я знаю, что вы можете это сделать, потому что вы можете владеть вашими наследиями сейчас, не только в грядущем мире, но и теперь. Таков наш призыв. В следующий раз, когда ваш брат или сестра разочаруют вас, облекитесь в смиренно мудре, в дух и любовь, и освещайте им самые лучшие картины. Некто сказал мне, «Почему вы не приструните этого человека?» Я сказал, «Бог с ними разберется». «Да, но вы же имеете власть, вы несете за это ответственность». Я ответил, «Я и не знаю все то, что вовлечено. Мне не нужно знать всего. Я понимаю, что у церкви есть мера власти, но, как Павел сказал, я не использую свою авторитетность для того, чтобы разрушать, но я использую свой авторитет, чтобы назидать. Мы люди, которые ожидают нечто более высокое, нечто великое. Бог просил, Бог дал, Бог использует, Бог благословляет, у Бога есть план. Давайте будем внимательными, потому что все эти стихи друг о друге замечательные. Да, имеется дисциплинирование в местной церкви, да, я знаю, и это делается в любви. Но я также знаю, что человеческое сердце быстро на осуждение. И мы возносим нашу молитву, когда мы смотрим на стену с крестом. Это был Дух Христа. Когда мы были виновны, а что я могу сделать, чтобы положить свою жизнь, чтобы ваша жизнь была лучше? Что я могу сделать, чтобы быть решением вопроса, не критиком, но спасителем? Что я могу сделать, чтобы ваша жизнь стала лучше? Вы навестили их, прежде чем начали оказывать на них давление. Вы любили их, вы заботились о них, вы молились за них. Посетили ли вы их, консультировали ли вы их, проявили ли вы заботу о них? Это хорошие вопросы. Господь, помоги нам обучиться этому принципу один за другого. Я прочту их вам, чтобы вы подумали, и мы завершим. Поэтому принимайте друг друга, и вы можете наставлять друг друга. Встречайте друг друга с любовью. Служите друг другу. В следующий раз, когда вы захотите осудить кого-либо, спросите себя, «А что, если я послужу им? Что, если я послужу им? Что я сделал, чтобы послужить им? Как я могу помочь им?» Будьте добры друг к другу, имейте милосердие друг к другу, прощайте друг друга, снисходите друг к другу. Снисходя друг к другу, прощая друг друга, назидая друг друга, почитая друг друга, ежедневно будем думать друг о друге, поощая любовью к добрым делам. Увещевая друг друга, и наблюдайте, чтобы вы любили друг друга с чистым сердцем, имея сострадание друг к другу. Благодарю вас, пастор Чаба, это удивительно, потому что такой дух у вас, и все эти люди, и мы были все здесь и пели несколько недель назад, помните? Все эти венгельские ребята здесь пели с большой любовью, радостью, в единстве и говорили, мы могли легко выбрать, нет, они так не говорили, я говорю это в принципе для всех нас. Мы могли бы легко выбрать, сжевать друг друга и выплюнуть, но нет, такого не произойдет, потому что мы любим друг друга. А как такое может быть спустя 40 лет? Да потому что мы любим друг друга. И затем вторая группа, это пастор Жан-Кортье из Франции, французские пасторы. Я глубоко уважаю. Я видел, как они проходят через трудные воды, я видел, как они выходят из трудных ситуаций и говорят, я не буду судить моего брата, я не буду чрезмерно чувствительным, я буду смотреть на Бога, я хочу следовать за Богом, я хочу любить моего брата в Париже, любить моего брата в Нимме, любить моего брата в Монт-Пелье, любить моего брата в Лионе, любить моего брата в Женеве. И когда они собираются вместе, то это так чисто, так ярко, там столько ободрения и так назидает, потому что Бог сказал, если вы пребываете вместе в единстве, то как же прекрасно и приятно это. Там я заповедовал благословение. Пастор Луиджи в Бенине, братья в Тога в Африке, тот же самый дух, в Гане, тот же дух. Там я заповедовал благословение. Каково будущее Грейта Грейс? Это, как сказал пастор Брайан, если мы обучимся любить, и эта любовь никогда не перестает, и она будет воспроизводить себя, и это будет продолжаться и продолжаться, как мы видели это в Таиланде. И пастор Уолш выполняет там замечательную работу, и вы говорите, там есть плоды, там Божья работа, там Божья любовь. И если вы любите друг друга, сказал Иисус, тогда вы мои ученики. Не тогда, когда складно говорите, не тогда, когда вы знаете Библию вдоль и поперек. И я хочу сказать нечто о проповедовании. Я так рад, что я не учился в семинарии в Соединенных Штатах. Я так рад, что ни один библейский проповедник, или теолог, или доктор, такой-то и такой-то, или другой доктор, 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 обучали бы меня, как проповедовать, как они это делают, потому что я заснул бы. Я заснул бы на занятиях. Я записал бы все правильно, каждую букву, каждую греческую и латинскую буквы, каждый розчерк пера на иврите. Я принял бы все правильно, систематизировано, классифицировано, первое, второе, третье, четвертое, пятое, и вот небольшой аккуратный пакет, который ни к кому не прикасается, ни на кого не производит впечатление. И там нет никакого помазания, нет никакой силы, нет никакой измененной жизни, нет растущей церкви и нет учеников. И после окончания лекции доктор выходит через дверь на сцене или немного общается, я никого не имею в виду, но я просто вам говорю, я так счастлив, я был спасен из религиозности, я был крещен в тело Христа, где бы это ни было, каким бы ни было это имя, баптисты, пресвятерианцы, что бы это ни было, я не говорю о конфессии, но я говорю, что мужчины и женщины, это мужчины и женщины Бога, и если у них есть любовь, то у них есть нечто, что ищет мир, и они могут с любовью сообщать эту великую книгу. И если вы можете сказать, что вот тот человек имеет нечто за ним, как пастор Чаба, например, пастор Жан, пастор Брайан, у них есть нечто за ними, не просто слова, но у них есть Божья реальность, которая поддерживает их и говорит, вот оно, вот что мне нужно, мне нужно взять это с собой, домой, мне нужна церковь, мне нужен пастор, мне нужна жизнь, мне нужно тело Христа, и у нас получится. Я помню, что иногда бывает такое выражение, и те из вас, кто был еще во времена Ленокса, помните, в Леноксе у нас были просто умопомрачительные вещи. По нашему имению разъезжал автомобиль для игроков в гольф, сидел парень, похожий на клоуна, другой парень в костюме чудовища, появлялся на остановке автобуса, а кто-то свисал с дерева или сидел на крыше дома, еще один играл в теннис. Это удивляло, это было за пределами реального. Люди приходили с улицы, наркоманы из Бастона или из Кейп Кота, приезжали в Леноксе и спрашивали, что здесь происходит. Я слышал, что здесь Бог, они приходили на кэмпус, слушали, видели и говорили, здесь Бог, мне нужен Бог больше всего на свете. Вот что такое служение. Не только вот это, но служение на протяжении всей истории. Апостол Павел, Августин, пройдите по всей истории. Вот что это, это любовь. И вот те люди становились упорядоченными, подстригали волосы, бросали наркотики, были гомосексуалисты, самые разные люди. Бог дает благодать, Бог прощает их, Он очищает их. Они начинают жить по вере, они действуют по вере и становятся миссионерами. А затем кто-то смотрит на них и спрашивает, а откуда приходят все эти миссионеры? Они приходят из гетто, из темных аллей, они обращены из наркоманов. Алкоголики, не имевшие цели, обрели Христа. Любовь изменила их жизни. Любовь это сделала. Какая любовь? Та любовь, о которой говорит Иисус. Любовь, которая есть в вашем сердце. И затем мы идем в эти другие страны, и там происходит то же самое. И люди начинают действовать, возрастать в вере, и они говорят, аллилуйя. Христос тот же самый вчера, сегодня и навсегда. Аминь. Аминь. Помолитесь со мной. Пожалуйста. Господи, мы учимся. Мы учимся. И здесь, если вы никогда не принимали Иисуса, это ваше время. Господи, приведи их сюда, из разных мест, из Пенсильвании, Вирджинии, из Балтимора, графства Харфорд, с восточного берега. Приводи людей сюда, чтобы услышать и поверить. Приведи людей в их поместные собрания, и чтобы там было горение и любовь в поместном собрании, и цели, видения, и миссия, молитва, и вера. Обучай нас любви. Если вы никогда не принимали Иисуса в вашу жизнь, то сегодня ваше время, чтобы принять Его и поверить в Него. Если вы не верили в Христа, то сегодня поверьте в Него. Вы должны поверить в Него. Поверьте в Него. И Он наполнит вас и удовлетворит вас. Возможно, вы верующие уже много лет, но вы чего-то ищете. Вам нужна дополнительная часть. Вам нужно нечто. Вам нужна двойная порция. Вы нуждаетесь, чтобы это исходило из вас. Вам нужно быть исполненными, где вы пьете от Духа. То прямо сейчас идите поверив в Него, и Он подвигнет ваше сердце. И следуйте за Ним. Он позаботится о вас в вашей жизни веры. Есть ли кто? Поднимите вашу руку. Есть ли кто? Скажите Иисусу «Да». Отец, дай нам видение на миссии в наших сердцах и дома, на улицах здесь и повсеместно, и в этой семье, где мы приходим и говорим «Прости меня». И мы говорим друг другу «Я люблю тебя». И пусть будут забыты вещи в прошлом, и мы продолжали бы жить в любви в наших сердцах. Обучай нас любви в наших сердцах. Во имя Христа. Аминь. Продолжение следует...